Чемоданное настроение в этом доме на Первой Курской царит более 40 лет. Именно тогда люди впервые сказали, скоро переедете в квартиры со всеми удобствами. Но новоселье справили только обитатели подвальных помещений. Жители 16 квартир никуда не уехали. Многие годы на их когда в ответ сыпались отписки и новые обещания. Межсем разрушительные процессы в доме отвоевывали все новые места. Можно здесь жить, если люди идут с опаской. Буквально две недели назад по этим ворожкам человек потерял сознание, упал и разбил себе голову. Трезвый, нормальный человек. На минувшей неделе отчаявшиеся жители побывали на приеме у главы региона Вадима Потомского. Ответ обнадежил. Очень хорошо пообщались, понравился человек, выслушал внимательно, пообещал решить нашу проблему. А уже сегодня по поручению Вадима Потомского 88 дом пожаловала делегация из двух администраций во главе с руководителем блока инфраструктуры Николаем Злобиным. Он достаточно на хорошем месте находится, на бойком таком месте. Мы попробуем вместе с городом Орлом переговорить, предложить его для расселения инвестору. Если инвесторы не заинтересуются, то перспектива в новой программе, которая будет реализовываться после 16-го года, его включить и, соответственно, на общих основаниях переселять. То, что квартиры со всеми удобствами перестанут быть роскошью, жители двухэтажек на улице Холодной, тоже пока что верят с трудом. Эти дома были построены в 50-х, как в Ремянке. Полы трещат, рамы не открываются. Открыть невозможно совсем. Дочерь уже 35, мы здесь живем. Никакого переселения. Отчаявшись, жители тоже обращались к главе региона Вадиму Потомскому. Я говорю, губернатору Потомскому я писала. Помогите, пожалуйста, с просьбой обратилась. Почему мы так живем? Жители двух домов по улицам Холодной и Широко Холодной сменят адреса в декабре. В общей же сложности на территории области предстоит расселить почти 2000 человек из 103 аварийных домов. Как и в прежние разы, часть затрат возьмет на себя Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ. По реализации его программ и своевременности предоставления заявок для получения средств, Орловская область входит в число лучших регионов ЦФО. Нам дополнительно выделили на программу расселения 2014 года 24,3 миллиона рублей. Заявку мы на них написали, опять-таки, даже в числе первых. Сегодня она уже будет направлена в фонд. И я думаю, что в течение буквально недели, там очень быстро, двух, мы эти деньги получим. Эти деньги дополнительные будут направлены в два муниципальных образования. Это в город Ливн и в город Орел. О программе переселения сегодня шла речь на аппаратном совещании в администрации региона. Мы расселяем в 2014-2015 году 449 человек. Здесь мы будем расселять с участием фонда и без участия фонда. Глава области Вадим Потомский подчеркнул, что главная задача власти – обеспечить принципиально новое качество жизни в регионе. Решение проблем аварийного и ветхого жилья в числе первоочередных задач. О том же говорит президент. В России не должно остаться людей, вынужденных обитать в аварийном жилье, считает глава государства. Кстати, с будущими квартирами для потенциальных новоселов проблем не возникнет. Объемы ввода жилья этого года обещают стать рекордными. Орловские строительные компании планируют построить свыше 400 тысяч квадратных метров. Наталья Пехтерева, Эдуард Черноускас, телеканал Первый областной.